Очень просто. В других городах есть работа, в Конаково нет. Едут, представляете, сколько платят денег за дорогу и все остальное. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. 22 мая в нашем городе прошел последний звонок. Наша команда освещала это событие, и мы задали несколько вопросов выпускникам. Один из которых был, вернутся ли они жить и работать в родной город после учебы. А после института ты вернешься работать в Конаково, когда закончишь? Нет. Работать вряд ли. Не, может быть под конец карьеры детишек учить? Я думаю, что я вернусь. Нет. Нет. Я думаю, президент России будет находиться в Москве. Я бы хотела приезжать сюда на выходные, но не жить. Но на выходные, да, отдыхать. Работать не придешь? Нет. Почему же мы услышали 99% нет? А тем временем мы живем рядом с одной из крупнейших ГРЭС центральной части России, гигантом советской энергетики. В наших краях начиналась история российского сыроварения, а наш Конаковский фаянсовый завод – один из старейших представителей своей отрасли, который, к слову, к 90-м годам выпускал около 100 миллионов изделий в год. Иными словами, каждая советская семья покупала в среднем одно конаковское изделие в год. Всего несколько десятков лет назад Конаковский район был крупным промышленно-транспортным центром, где хотелось учиться, жить, работать. Сегодня благополучие региона измеряется цифрами – темпом роста среднемесячной зарплаты, уровнем доверия к власти и другими. И, пожалуй, нет самого главного – благополучия людей, каждого отдельно взятого жителя. Статистика неумолима. Ежегодно население Конаковского района стареет и сокращается. Самую активную и талантливую часть забирают Тверь и Москва. Каких благополучных условий не хватает местным жителям, чтобы жить и работать здесь, у нас, в Конаково? Как вы думаете, почему местные жители едут работать в другие города и не работают в Конаково? Я считаю, что у нас в городе работы как таковое нету, и зарплаты здесь не очень высокие. А вот такие крупные города, как Клин, Крюква, ну именно Зеленоград, Москва, они единственные города крупные в Московской области, которые могут обеспечить нормальный доход для семьи. Ну, в основном из-за работы, из-за того, что нету такой работы, как бы, да, основной. Ну и зарплата, соответственно. Ну, причина же одна, у нас же не столь много предприятий, которые бы достойно платили, будем так говорить. Работа-то есть, много ее. Но достойные зарплаты нет? Ну, нет, конечно. Я в том числе сама ездила 13,5 лет до пенсии, ездила, работала в Москве. Ну, потому что мало заработок и мало мест рабочих. Ну, в первую очередь, это зарплата, будет очень маленькая зарплата. Я рассчитываю, тут вообще зарплата от 35, там, до 40. Но это, я стараюсь больше, больше мыть, типа, для меня здесь зарплата очень маленькая. И перспектив нет никаких, да? Да, никаких нет перспектив. И даже, как бы, на такую зарплату, ну, я даже думаю, это не жизнь, это просто работаешь ради, чтобы оплатить квартиру, даже никуда не съездить, все. Ну, я думаю, наверное, все потому, что здесь не очень много рабочих мест, невысокие зарплаты, в принципе. И, наверное, только поэтому. Потому что здесь, наверное, маленькая зарплата. Очень просто. Так. В других городах есть работа, в Конаково нет. Здесь совсем нету? Ну, что-то же есть. Ну, видимо, есть разница, зарплата такая, что людям интересно заниматься челночеством. Ездить, тратить время на дорогу, да? Конечно, замирать вот в этом, в электричке. Ну, потому что город рушится, мои дорогие, никто не хочет ничего для нас делать. А что вам нужно, чтобы было здесь комфортно жить и работать? Ну, вообще, мне кажется, администрация должна думать о том, чтобы предприятия работали. Ну, посмотрите, все, все, что можно, мы позакрывали. Элементарные наши предприятия, которые единственным экземпляром были на всю Россию, мы все позакрывали. Соответственно, людям некуда больше деваться туда. Едут, представляете, сколько платят денег за дорогу и все остальное, лишь бы только прокормить семью. Как вы думаете, какие условия нужны Конакову, чтобы люди хотели здесь жить, учиться и работать, и не уезжать? Что нужно нашему городу? Ну, в первую очередь, это поднятие заработной платы здесь. Также я бы хотел, чтобы инфраструктуру поменяли. Есть такие заброшенные здания, так как Паянцевый завод. Я знаю, что это историческое здание, но это можно переделать под совсем другой уровень. Там построят какой-нибудь торговый центр или какой-нибудь новый завод, чтобы больше рабочих мест было. Ну, соответственно, больше рабочих мест, то есть больше работы, ну, выбор поболее, соответственно, в плане рабочих мест. Ну и, соответственно, чтобы была достойная зарплата. На этот вопрос довольно сложно ответить, потому что нужно сначала понять, с чего сами люди хотят. Возможно, стоит начать с того, чтобы привести в порядок сам город. То есть начать элементарно с тех же самых контейнеров мусорных, которые находятся особенно в пригороде. Постоянный мусор, люди этого не могут терпеть. А выгу строить город, да, что все? Да. Потом, возможно, нужно с образованием, может быть, что-нибудь подумать. Многие школы в основном не так оборудованы, например, как по сравнению с московскими. Побольше рабочих мест, побольше новых заведений. Например? Ну, например, какие-нибудь, побольше ресторанов, побольше, может быть, каких-то фабрик тут открытых. Торговых центров, да, очень много. Очень мало у нас. Я думаю, что, наверное, вот какие-нибудь спортивные комплексы для того, чтобы дети как-то где-то занимались, чтобы не ездили никуда. Наверное, на работу и учебные заведения. Ну, трудно, трудно, это глобальный вопрос. Больше проспещений разнообразных. Вакансий, да, чтобы рынок труда предоставлял больше вакансий, да? Ну, чтобы город развивался, чтобы предприятия хотя бы такие создавали, что именно они вот разные, не только магазины. Будем так говорить, да? Ну, чтобы это были предприятия, которые было, рабочие места много. Чтобы люди достойные, зарплата была. Естественно, чтобы пакет был достойный. Не так, как у нас платят 12-15 тысяч. Мигрирует молодежь, чтобы обустроить свою жизнь в большом городе. Уезжают люди с высшим образованием, обладающие достаточной энергией, чтобы улучшить свое благополучие. Мы созвонились с Ольгой. Она родилась и выросла в Конаково, отучилась в Тверском медицинском колледже. Сейчас она живет и работает в Москве в ЦКБ онкохирургии. Оля, привет! Здравствуйте! Оля, расскажи, пожалуйста, почему ты уехала из Конаково работать в Москву? Ну, я не сразу уехала из Конаково работать в Москву. Я сначала отучилась в медицинском колледже. Отработала в Карачарово массажистом и поняла, что недостаточно мне денежных средств, оборудования, ну, как бы более... Инфраструктуры, да, не хватало, чтобы... Да, не хватало. И поехала в Москву дальше развиваться, да. А скажи, пожалуйста, по пунктам, вот конкретно, помимо зарплаты, да, чего тебе не хватало, чтобы остаться жить в Конаково? Все-таки город у нас хороший, красивый, а в Москве далеко. Ну, в первую очередь, наверное, оснащение, оборудование. С которым ты работала, да? Да, конечно. Да, чтобы было новое и как бы более такое... Современное. Да, современное. И, конечно же, зарплата, да. Сегодня мы слышали, что люди ищут социального и материального благополучия за пределами города и района. И эта проблема актуальна для многих регионов нашей большой, великой страны. А ведь у нас есть огромный потенциал для того, чтобы повысить благосостояние местных жителей, создать благополучные условия для жизни, работы, учебы. Шикарная природа, большая вода, осетровая ферма, фаянсовый завод, заводы механизированного инструмента и стальных конструкций, ГРЭС и многое другое. Вопрос, как сделать Конаково привлекательным для работы и жизни, используя ресурсы региона и приумножая благополучие людей, а не величину показателей эффективности, остается открытым. И ответ на него нам еще предстоит получить. Друзья, пишите в комментариях, что нужно именно вам, чтобы благополучно жить, учиться, работать в Конаково. С вами была Настя. Подписывайтесь на Конаково онлайн. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!